Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, у нас закончилось цветение и время нормировки урожая. А для чего это нужно? Самый основной инстинкт винограда, как и любого растения, это размножение. Ему все равно, какая получится ягода, будет ли она вкусная. Самое главное, чтобы она была, чтобы там были косточки, которые в дальнейшем должны рассеяться. Наша же задача – получить урожай хорошего качества в нужные нам сроки, и чтобы куст при этом себя замечательно чувствовал и хорошо перенес зиму. Именно поэтому в некоторых случаях нам требуется нормировка урожая, потому что у некоторых сортов его получается слишком много. И если мы оставим его весь, то мы получим слабые лозы, которые могут плохо перенести зиму, либо дать плохой урожай в следующем году. Когда нужно проводить эту самую нормировку урожаем? Конечно, кто-то убирает часть грозди еще до цветения. Но в большинстве случаев мы проводим эту операцию после цветения, и тогда, когда уже чутко видно, как грозди опылились. Вот, смотрите, пример мы видим, да, хорошие ягодки, и видим, что есть определенные мелкие ягоды, то есть тут уже более-менее понятно, как, ну, какой у нас будет урожай. Вот здесь, ну, вот эта гроздочка уже хорошо, да, вот тоже на ней виден размер ягод, а вот эта еще, ну, такая слабовата. Вот на данном конкретном кустике пару дней еще можно было бы подождать. Ну, если вдруг такую картинку видите, тут вообще все понятно. И вот здесь тоже, смотрите, цветение еще только закончилось. И, ну, пока мы не можем оценить ни размер грозди, ни то, как прошло опыление, поэтому вот в таком случае рано, слишком рано. Ну, вот с такими гроздочками все, все уже понятно. Вот эта гроздочка небольшая, я думаю, что вырастет она, не, она может, конечно, и вырасти, ну, где-то грамм 300-400, просто, поэтому вот таких гроздочек на куст, я потом проговорю эти моменты, основные принципы нормировки. То есть вот таких гроздочек можно и две оставлять, и три в зависимости от состояния куста. То есть мы проводим нормировку тогда, когда уже четко видно, как у нас опылилось и примерно, какой урожай мы можем прогнозировать. Дело в том, что, опять же, мы находимся не в самых благоприятных условиях, к сожалению. И часто опыление может происходить не так, как нам бы хотелось. Во-первых, на него могут влиять факторы, которые именно во время цветения слишком жарко, либо холодно, либо дождливо. Ну, и также то, что было в предыдущие периоды. Холодный май, как правило, тоже негативно вказывается на опыление некоторых сортов дальнейших, потому что недоформируются органы цветка. Поэтому мы всегда ждем, смотрим картинку, да, уже какая-то она становится более-менее понятной, и тогда проводим нормировку. Что мы должны учитывать? Вот частый вопрос, который задают особенно новички, а сколько мне оставить гроздей? Вам точно никто на этот вопрос никогда не ответит. И я достаточно часто повторяю в своих видео, за вас ваш виноград никто не вырастет, и решение за вас не примет. Есть принципы, которыми мы руководствуемся. А дальше вы уже эти принципы применяете в ваших конкретных условиях. Что мы должны учитывать? Первое, возраст куста. Чем куст моложе, тем меньше мы его нагружаем, какой бы ни был соблазн. Даже если мы видим, что он хорошо развивается, особенно такой соблазн бывает в теплице. Потому что в теплице кусты обычно растут очень хорошо, вываливают большие красивые грозди, показывают очень хороший бурный рост лозы, и очень хочется этот урожай оставить. Так вот здесь надо свою внутреннюю жабку задушить и оставить урожая меньше. Мы однажды на практике с этим столкнулись. Сорт хаджи-мурат у нас на третий год. Вывали вот такие вот огромные грозди. Два стола была самая большая по весу. Мы оставили, конечно, по одной грозди на побег, но все равно это было очень много. Они прям вот такие были тяжелые, что валялись по земле. Ну, картинка обалденная. Но на следующий год урожая было совсем мало, мы его перегрузили. Хотя он этот урожай вытянул. Ну вот не поддавайтесь такому соблазну. И в случае молодых кустов, опять же, конкретно вот сколько вам оставить, я вам не скажу. Потому что надо учитывать все факторы. Но лучше оставляйте меньше. Вообще, такое, ну, среднее по больнице, это нагрузка 1 кг на 1 побег. Ну вот рассчитывайте на то, что если характеристика сорта, обязательно смотрите характеристики. Характеристики сорта говорится там, что гроздь около килограмма, то для молодых кустов оставьте через одну. Если он показывает хороший бурный рост. Если он растет так себе, значит, оставляйте меньше. Меньше, меньше, еще меньше. Сколько? Опять же, смотрите по состоянию куста. Молодые кусты лучше не догрузить, чем перегрузить. Дальше. Я уже немножко обмолвилась. Учитывайте характеристику сорта. То, какие он формирует грозди. Всегда в любом описании сорта это можно найти. И, еще раз повторю, нагрузка примерно 1 кг на 1 побег. В зависимости от состояния куста. Состояние куста. То, насколько хорошо он растет. Смотрите, к моменту, когда у нас уже горох такой, вот как я показала, у нас уже большинство лос должно расти до верхней проволоки. Вот это значит, что куст развивается нормально. Если мы видим вот такую картину, вот этот побег у нас примерно сантиметров 60. Одну гроздь я уже отсюда убрала. Смотрите, она еще доцветает. Это просто подмерзший был кустик. И вот как активно работают шмели к вопросу о том, что виноград ветропыляемое растение. Оно, конечно, ветропыляемое, но посмотрите, как эти малыши здесь трудятся. Одну гроздь я уже отсюда убрала. Смотрите, там еще одна есть. Сейчас покажу. Вот. Вот. Гроздочка маленькая. Ее мы тоже убираем. Вот в данном случае, даже несмотря на то, что она еще не отцвела. И вот эту гроздь всю тоже не надо оставлять. Потому что слишком слабая. Несмотря на то, что я вам показала, что нормировка должна быть, когда мы уже видим результат опыления. Но здесь побег совсем слабый. И по-хорошему ее вообще надо убрать. Но если очень хочется, оставить какой-нибудь вот так вот. Вот так. Потому что не вытянет. Кустик слабенький. Видим грозди вот на таких вот маленьких побегах. Посмотрите, только до проволоки дорос. Все убираем, не жалея. Вот тоже две грозди. На побег они только опылились. Еще даже особо не видно ничего. Но вот побег. Он небольшой. Поэтому здесь однозначно одну надо убрать. И можно не дожидаться результатов опыления убирать вот прям сейчас. Часто советуют убирать верхнюю гроздь и оставлять нижнюю. Но почему я вам говорила о том, что вот дождитесь, пока будет видно результаты опыления. И только после этого проводите нормировку. Смотрите, вот гроздь нижняя, ну так себе опылилась. А вот гроздь верхняя. Она гораздо красивее и гораздо лучше. И поэтому мы оставим вот эту. Но то мы тоже убирать не будем. Я чуть позже объясню почему. Вообще вот размер грозди виден. Мы читаем еще в характеристиках размер ягоды. Если ягода достаточно крупная, то вот такой одной грозди на побег будет более чем достаточно. Следующее, что мы учитываем, это сроки созревания. Чем позже сорт, тем тщательнее его надо нормировать. Я вам сейчас вот показывала. Это руслингентар, но он же жимчуг запорожский. Сорт очень ранний, очень хорошо растущий. И в этом году он опылился. По крайней мере пока то, что мы видим. значительно лучше, чем в предыдущие годы. Поэтому мы решили оставить все и посмотреть, как он вытянет эту нагрузку. У него всегда замечательно зреет лоза. Он ранний, в конце августа он всегда созревает, бывает даже чуть раньше. В зависимости от сезона. Поэтому мы можем себе позволить такой эксперимент. Тем более, что куст взрослый, куст мощный. И мы можем себе это позволить. Если сорт у него такие пограничные сроки, мы опять же оставляем примерно одну гроздь на побег. По весу смотрим, конечно. По описанию я вам показала размер такой огромный. В предыдущих случаях показывала вот такие небольшие гроздочки. Хотя и вот такие небольшие гроздочки пока небольшие. Это Аркадия. Они могут потом под килограммчик натянуть. Повторяю, читаем характеристики сорта. Более позднее нормируем более тщательно. Следующий момент, который мы должны учитывать, это вызревание лозы. Тут не всегда по описанию вы можете ориентироваться скорее больше на собственный опыт. Привела пример. Русиен янтарный всегда идеально зреет лоза. Обычно в конце августа она уже практически всегда зрелая. Поэтому нормировать там ничего не будем, но посмотрим. Точно так же сеня имеет ранние сроки созревания. У него всегда прекрасно зреет лоза, прекрасно зреет ягода. И вот по две грозди он закладывает. Мы все это оставляем, ничего нормировать не будем. Да, мы понимаем, что при такой нагрузке сроки созревания могут несколько сдвинуться. то есть это тоже надо иметь ввиду. Если вы встретили в описании например конец августа у вас ягода созрела в середине сентября потому что вы куст загрузили по самому не хочу, то нечего удивляться и не надо думать, что это вас кто-то обманул. Нагрузка сдвигает сроки созревания. Ну вот в части сени мы все это понимаем. Опять же мы знаем, что у него всегда лоза зреет идеально поэтому мы позволяем себе его нагружать. У него грозда будет где-то грамм по 700. Нижняя бывает кое-где до килограмма но примерно опять же из опыта мы уже знаем где-то 700 плюс 400 в принципе килограмм чуть больше на побег получается что вполне нормально. Еще такой нюанс что убрав одну грозь мы можем получить вторую более крупную тоже имеется это ввиду. У той же Аркадии мы как-то попробовали на каких-то побегах оставить одну грозь на каких-то две так вот там где две получили в общем-то примерно то же что там где на одной грозди были меньше ягоды были меньше то есть в общей сложности получили примерно одно и то же и смотрите да вот рассказала у Русвена Янтарного шикарно зреет лоза у Синий зреет лоза и мы можем себе позволить такую нагрузку опять же если вы в южных регионах у вас более длительный вегетационный период вы можете себе позволить больше грузить куст если вы где-то севернее вот касательно той же Аркадии как только перегруз там есть проблемы с вызреванием лозы и часто на Аркадию жалуются что вот плохо зреет лоза нормально у нее зреет лоза но надо учитывать моменты нагрузки если вы ее перегружаете то будьте готовы к тому что с вызреванием лозы могут быть задержки если вы работаете с такими очень крупноплодными сортами крупноплодный в данном случае считается не тот у которого большая ягода может быть большая ягода но небольшая гроздь а те у кого огромная гроздь например велес например преображение в некоторых случаях по 2 и чуть ли не по 3 килограмма может быть гроздь если мы видим что гроздь большая то есть мы тогда делаем один с гроздью один пустой либо один даже два пустых если мы хотим выкормить вот эту хорошую огромную гроздь то нам надо чтобы было питание в случае если мы решим на каждую оставить варианты какие-либо грозди будут меньше либо будут проблемы с взреванием лозы зимовкой и с урожаем на следующий год перегруженный куст в следующем году можно сказать все я в отпуске я буду отдыхать теперь смотрим конкретный пример перед вами кустик это Олег он же диамант куст молодой кусту третий год хотя в прошлом году он уже давал урожай и вот те критерии которые я вам говорила первое куст молодой раз второе сорт по срокам такой не самый ранний в прошлом году он не созрел но по прошлому году мы ничего не меряем тем более первое плодоношение у двухлетнего куста на это опираться как бы не совсем правильно но тем не менее сроки не самые ранние рост видим вот одна сторона вот вторая ну не шибко такой вот чтоб прям вау лоза конечно у него зреет хорошо и то как зреет лоза мы можем замечать вот по первым годам когда у нас кустик растет чаще бывают проблемы с вызреванием лозы когда они уже начинают плодоносить обычно все это более-менее налаживается но тем не менее то есть мы знаем что вызревает лоза хорошо но сорт такой поздноватенький и растет кустик ну так себе средний поэтому наша задача ему помочь да грузочки у него небольшие но их по 3 на побег смотрите раз два три ну в принципе как бы и не совсем маленькие побег так себе все я уберу две мне нужен кустик на этом побеге пустим камеру тоже вот три я уберу раз два не жалея смотрите дальше вот побег маленький в принципе его вообще можно было бы и убрать ну мы по какой-то причине оставили думали вдруг он вырастет не особо он растет но на таких маленьких все однозначно без урожая какой на них урожай нет смысла если бы смотрите когда можно оставлять урожай на маленьких побегах бывает так что куст большой хорошо развивается но у него пруд большие зеленые побеги холостые пустые без урожая а на маленьком есть в таком случае да можно оставить вот в данном конкретном примере нет и не жалея убираем нам надо кустик разгрузить чтобы он силы набрал наша задача вырастить хорошую лозу чтобы у нас были хорошие плодовые стрелки на следующий год поэтому разгружаем еще один пример ливодейские черные тоже не самый ранний по срокам сорт но вообще посмотрим как он у нас как говорится вытягивает не вытягивает сроки в прошлом году вообще шикарно рос 4 плодовые стрелки сформировал в этом ну я бы сказала что рос так себе не ахти опять же куст молодой а гроздочки смотрите какие большая гроздь достаточно большая и сколько их по 3 на побег побеги так себе все убираем ну здесь смотрите как бы я убираю верхние потому что они в принципе все остальное у нас плюс-минус равнозначно по по размеру по опылению тем более что здесь наша задача куст разгрузить все оставляем по одной на побег вот опять же маленький побег с какой-то гроздочкой все убираем по хорошему побегу так надо было убрать не жалея еще раз куст молодой сроки поздноватые опять же да вызревание лозы у нас даже в прошлом плохом году было достаточно хорошее вот вот этот крайний побег это 2 метра от корня это очень хорошие показатели вызревания лозы особенно по прошлому сезону то есть с этим у нас проблем нету но с ростом ну так себе и последний пример это марселан несмотря на то что я вот сейчас показываю примеры на технических сортах у столовых все то же самое абсолютно единственное что у технарей как правило гроздь меньше да у столовых гроздь может быть крупнее так вот смотрите у нас небольшой побег и 4 грозди раз два три четыре и нижние грозди они хуже опылившись вот приближаю было видно они опылились как-то вообще плохо потому что часто вот совет убираем верхнюю гроздь опыт наш много лет я показывала подряд на разных примерах что бывает верхняя гроздь пыляется лучше и вот здесь видим нижние какие-то вот такие абы какие а две верхних гораздо лучше но смотрите побег вообще маленький поэтому во-первых мы вот эти худшие убираем все не надо нам и здесь ну по-хорошему надо было поставлять вот эту гроздь лучшую но я оставлю меньшую потому что побег маленький хорошим вообще надо все убрать ну посмотрю вдруг оно немножко пойдет в рост конечно вряд ли ну посмотрю понаблюдаю то есть я могу себе позволить такие эксперименты но вообще вот если такие побеги слабенькие да там по 50 по 60 сантиметров в принципе до метра ну если очень хочется половинку но не грузите дайте возможность расти рядом тоже побег да тоже нижняя гроздочка у нас никакая верхняя получше но я оставлю опять же самую верхнюю самую маленькую да жалко но лучше сейчас придушить свою жабку лишнее убрать чем потом уметь несколько лет вот такие слабенькие кустики которые расти толком не будут и последний вопрос который мы сегодня затронем всем ли кустам нужна нормировка нет далеко не всем я вам уже показала что сеню мы не нормируем но пожалуйста не надо задавать вопросы а у меня вот все несколько мне оставить вы смотрите по вашему кусту как он себя ведет ваших конкретных условиях потому что даже один и тот же сорт да у него шикарно взрывание лозы да он хорошо тянет нагрузку но он это делает в наших условиях с тем как мы за ним ухаживаем с тем сколько мы отдали места с тем как мы его кормим у вас может быть картинка совершенно другая у вас могут быть неблагоприятные условия у вас он может еще не дорасти до таких объемов не получать нужного питания и соответственно не вытянуть этот урожай поэтому обращайте внимание и руководствуйтесь именно состоянием вашего куста то как он растет то как он себя ведет и чувствует в ваших конкретных условиях и конечно некоторым мелкоплодным сортам нормировка не нужна вообще вот смотрите это эти монстры это макузани и ландонуар они уже давным-давно доросли до верхней проволоки здесь много пасынков здесь посмотрите какой огромнейший огромнейший лист хорошая толщина лозы кстати вот по толщине лозы имейте ввиду что крупноплодная сорта некоторые та же аркадия у нее лоза должна быть нормально толстенькая мелкоплодным сортам допускается иметь лозу тонкую то есть вот это для мелкоплодника это даже уже толстая вот вот такая чуть больше толщина лоза для мелкоплодных сортов это вполне допустимо ну вот смотрите какие тут уже грозочки висят ягодки чуть-чуть еще нальются в принципе размер у них небольшой и масса этих гроздей там будет ну грамм 150 поэтому что здесь нормировать и 2 и 3 и 4 вот эти вот монстры прекрасно потянут мелкоплодные сорта особенно если у них ранний срок созревания особенно если они вот так вот хорошо бурно растут нормировать смысла не имеет поэтому учитывайте все все эти нюансы при нормировке урожаем и я уже рекомендовала в этом году вообще новичкам рекомендую это делать по крайней мере первые годы просто введите дневник записывайте как растение росло сколько вы оставили к какому результату вы пришли осенью тогда вам будет гораздо проще и понятнее конечно с опытом это все приходит запоминается и вот как я вам приводила примеры где-то мы себе можем позволить дать очень хорошую нагрузку на какие-то кусты потому что мы уже знаем у нас много лет сидят мы знаем как у них зреет лоза мы знаем как они себя ведут мы знаем в какие сроки они созревают когда вы этого еще ничего не знаете то наблюдайте растение всегда вам подсказывает и в данном случае помните что лучше не догрузить чем перегрузить даже если куст чуть поджировать то теми же калийными подкормками и в принципе при хорошей осени он может лоза нужно нам нормально вызреть если же мы его перегрузили то уже потом что-то сделать помочь вызреванию конечно всегда можно разгрузить но это может быть поздновато поэтому лучше не нагрузить и если перегрузили то напомню в следующем году можем иметь проблемы с урожаем надеюсь видео вам было полезно большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под роликом нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты до новых встреч